Приветствую вас, братья и сестры! У святого Дмитрия Ростовского есть такие слова. Пока человек бежит сам, то он думает, что бежит очень быстро. Когда же бежит с кем-то на перегонки, то видит, что может проигрывать и обогоняют его. Человек сам вне конкуренции, вне борьбы, вне соперничества не может оценить свои реальные силы. Наверняка человек в спортивном зале, скажем, бьющий грушу или поднимающий тяжести, думает, что он такой великий силач, но в конкретной схватке с реальным соперником, уже не с грушей и не с железом, а с человеком, он может найти себя не таким сильным, каким он себя думал. Это закон жизни. Я даже помню, я читал про каких-то двух таких китайских мастеров боевых искусств, из которых один был страшно силён. Он палец засаживал чуть ли не до последней фаланги в камень, такой был весь такой закалённый, и ломал ударом любой части тела, локтя или головы, ребра-ладони, какой-то огромной кучей черепицы. Но случилось ему однажды драться с другим человеком, и он проиграл. И удивился, как это, проиграл тебе. А тут второй ему говорит, а это потому, что я не куча черепицы. Я человек. А человек сложнее, чем черепица. А к чему я всё это говорю? К тому, что нам нужно рано или поздно защищать веру. И когда нам приходится защищать веру, мы обретаем себя неспособными к этому. Вот так вот ходишь в храм, читаешь книги, что думаешь, там кажется тебе, что ты знаешь. Начнёшь другим рассказывать, ничего не получается. Тебя не понимают, тебя не слушают. А если, бывает, сталкиваешься ты с каким-то инноверующим, инаковерующим, или зловерующим, или неверующим вообще, с человеком, у которого есть свои аргументы, свои доводы, свои какие-то выстраданные вопросы, и он тебе их задаёт, бросает тебе их в лицо, как вызов, как перчатку. И ты ищешь ответа, не находишь. То есть у тебя там в готовом виде не находятся в запасе таких вот выпадов, рапирных таких, которыми ты отразил удар чужой и нанёс свой. Нет. А ты думал, что ты всё знаешь. И что делать? А между тем, у апостола Петра в соборном послании есть такие слова, что он призывает христиан быть готовым всякому требующему дать ответ о нашем уповании с благоразумной кротостью. То есть нужно быть готовым каждому спросившему тебя, ты зачем в храм ходишь? Или там, что сегодня за праздник? Или в молитве «Отче наш», что значит «оставим нам долги наши?» «Як уже и мы оставляем должникам нашим». И так далее. То есть нужно быть готовым благоразумно, кротко дать чёткий, исчерпывающий ответ. И это означает, что каждый христианин – это апологет веры, защитник веры перед язычниками, и миссионер, который может, в принципе, проповедовать, сеять семена, не паханую, на чужую тернистую почву, и защитник такой, в принципе, рыцарь такой, рыцарь-храмовник, который спит у храма, не раздеваясь. Во всеоружии стоит, у храма бдит, несёт стражу, готовы защищать веру в любое время. Но чтобы это было так, необходимо всем учиться. И вот, что бы я хотел по этому поводу сказать, братья и сестры. С одной стороны, Господь в Евангелии говорит нам, что если поведут нас на соборище, на лицо царей и владык, за имя Иисусова, то чтобы мы не думали, что заранее говорить. Святой Бог Дух даст нам в тот час то, что нужно сказать. И не смогут сопротивляться нашим словам те, кто вызывает нас на словесные дуэли тогда, когда мы будем готовы страдать за имя Христова, а перед нашим лицом будут не просто совопросники, любопытные, там какие-нибудь такие фантазёры, бродячие философы, а будут именно враги Христовой веры. Вот тогда, по слову Евангелия, по неложному обещанию Христа, наши уста отверзутся Духом Святым на защиту веры, и сопротивляться человеку в это время не сможет никто. А вот в миру, в нашей сегодняшней жизни, необходимо готовиться заранее. Нужно, безусловно, знать, что говорить о вере всем и всегда это признак очень глупого и очень такого неустоявшегося ещё человека. Потому что о вере можно говорить, и о вере можно молчать. О вере нужно иногда говорить, и нельзя молчать, но о вере нужно иногда молчать, и нельзя говорить. Как разобраться, когда, что делать? Тут нужно, знаете ли, иметь духовный разум, который приобретается в течение долгих лет при помощи различных духовных упражнений. Но духи пророческие пророкам повинуются. Если ты не можешь молчать о вере, значит, и слова твои не верны. Потому что говорит о вере правильно тот, кто умеет молчать о вере. Поэтому, дорогие христиане, никогда не усиливайтесь, я так дерзнусь на то, чтобы дать вам совет, никогда не усиливайтесь сами, без спроса, без вопрошания со стороны, учить кого бы то ни было, чему бы то ни было. Именно посрамляется человек тогда, когда он учит, а его не спрашивали. Когда мы в Великий пост проходим, поприще Великого поста, то там вот есть молитва Ефрема Сирина, она читается часто, и там говорится о любоначалии. Любоначалия и прочее, прочее, не дашь тьми. У Пушкина в переложении этой молитвы называется «Любоначалия змеей сокрытой». «Любоначалия змеи сокрытой сей, и празднословие не дашь души моей». Любоначалия – это любовь к начальствованию, это любовь учить. И Господь посрамляет любящих учить. Тебя не спрашивают, ты начинаешь там «это вот так, это вот так, тут потому, тут поэтому». Вот это ужасно. Это противно вообще. И это противно тем неверующим, которые слушают вас. Потому что душа-то чувствует, совесть чувствует, что не то, не так, не нужно этого. Я не спрашивал. И посрамит вас человек. Задаст такой вопрос, который вы не сможете покрыть правильным ответом. Поэтому учить нужно только, когда спросят. Учить нужно только тому, что сам знаешь. Благословенная способность православного человека признаться в том, что он не знает. Вот сектанту трудно сказать, что я не знаю, потому что сам пафос сектанства – это «я знаю всё, и у нас всё правильно». Они, когда зовут нас к себе, там, вас, нас, их, то они говорят, что у нас всё по Евангелию, у нас всё правильно, и вы не сомневайтесь, у нас нет никаких ошибок. Вот что в Евангелии пишется, так у нас и есть. И сам пафос сектанства – это «у нас всё очень хорошо, а у всех всё очень плохо». Я бы не хотел, чтобы православные люди мыслили такими категориями, потому что это сектантские категории. Правильный образ мысли – это то, что мы далеки от Божьей правды, как небо остынет от земли. И если ж похвалюсь чем-нибудь по апостолу Паулу, то похвалюсь немощами моими. Православному человеку не стыдно сказать, «я этого не знаю». Я не достигаю ещё этой мудрости, чтобы понимать такие вещи. То есть я этого не учил, не помню, а может быть, никто этого не знает, кто его знает. Так что не на все вопросы сегодня есть ответы, нужно об этом тоже знать. Но, безусловно, нужно читать хорошие книги и беседовать. И если Бог уж так поставил нас в такие ситуации, когда мы разговариваем с инаковерующим, задающим дерзкие вопросы, будьте внимательны не к уму, а к сердцу. Прислушайтесь к сердцу своему, не давайте воле гневу и раздражению, не будьте похожи на куропаток, скачущих в своём загоне и в своей клетушке. Старайтесь спокойно вести диалог, потому что раздражённый человек уже побеждён. Конечно же, переубедить человека, дать ему правильный ответ, это не в силах другого человека. Где-то, помню, рассказывал мне один благочестивый муж, что читал в какой-то книге, что вот Василий Великий, сколь был умён и велик, но еретиков он не переубеждал, скажем, пачками. Они оставались большинством в своём неверии, потому что еретики уперты, и они не покоряются слову, даже если говорит им это слово «Огнедухновенный муж». Поэтому не в наших силах переубедить человека. Поэтому в споры различные не вступайте. Спорить о вере глупо, это теряет, собственно, нашу веру. Мы расточаем свою энергию, раздражаемся, смущаемся, приходим в сомнение о своей собственной вере из-за этого, растериваемся, а всё от того, что горды, спесивы, думают, сейчас-ка я научу. И вместо этого садимся в лужу и приобретаем позорный опыт личного поражения. Поэтому, братья и сестры, знайте, что мы обязаны уметь дать ответ кроткий и точный о нашем уповании. Мы обязаны быть готовыми защищать веру, если нужно, словом, если нужно, и жизнью. Но мы не обязаны лезть во всякий спор, мы обязаны избегать споров. И говорить можем только тогда, когда нас спросят. Я бы очень хотел, чтобы каждый из тех, кто крещён, его церковлён, из тех, кто осеняет себя крестным знаменем и открывает на ночь молитвенник или на утро, чтобы каждый из таких людей был способен в простом, открытом диалоге с любым человеком сказать нужное слово в нужном месте. Ибо слово ваше должно быть осолено солью, и нужное слово в нужное время это золотое яблоко в прозрачном хрустальном сосуде. Будьте мудры, будьте благословенны, будьте богом хранимы, до скорой встречи. Субтитры подогнал «Симон»!